Всем привет. Рад вас всех видеть, всех кто пришел. Сегодня мы поговорим о функциональном программировании немножко. Я хочу вам напомнить, что это не лекция, а семинар, поэтому можно задавать вопросы в любой момент. Нас же нужно, если что-то непонятное. Вот я заготовил цитат из пластика. В серебряной культуре не существует. Кто-то читал, Федерико Брукс, мифический человек в месяц? Нет, но фразы не знаю. Хорошо, хоть Миша читал. Ну, все в том, что я не собираюсь вам просто на данном семинаре как-то пытаться доказать, что национальное программирование это какой-то окончательный ответ на все проблемы программирования, что нужно срочно всем переходить на Хаскал. Не работает? По-моему, что-то очень интересно. Может, я просто погромче, там на задних рядах слышно меня? Ну, тогда и так пойдет. Мы просто пытаемся нащупить несколько-другой взгляд на программирование. Еще одна остатка такая интересная, что язык, который не влияет на то, как вы думаете о программировании, лучше не стоит даже изучать. И, несмотря на то, что мы сегодня не будем говорить о каком-то конкретном языке, то, безусловно, то, как вы думаете о программировании, я надеюсь сильно изменить. Кто-нибудь посмотрит сериал «Теория большого взрыва»? Поднимайте, поднимайте, вы бы смело. Это была серия, где Шелдон, физик-теоретик, учит Пенни, блондинка, которая работает официанткой, учит ее физике, пытается. И вот он начинает рассказывать. Все началось 10 тысяч лет назад. Я, честно, пытался проследить историю функционального программирования на 10 тысяч лет назад. Мне это не удалось. Но чуть-чуть поменьше. Где-то около 2,5 тысяч лет назад. Итак, 370-й приблизительно до нашей эры. Приятный, теплый, солнечный, летний денек. Окрестности Афин. Знаменитая Академия Платона. Здесь мы видим, что в беседке в тени оливковых деревьев знаменитый философ Платон с учениками. И такая приятная погода располагает философским беседом. Платон спрашивает, задает вопрос одному из учеников. Как ты думаешь, вот эти вот мальчики, вот эти вот, не знаю, видно, немножко, да, что там какие-то мальчики в труду. Как ты думаешь, кто из них выше? И, ну, ученик ему отвечает, что, ну, мне кажется, что они приблизительно одинакового роста. Платон, там, самец, продолжает. Диалог спрашивает, ну, что ты подразумеваешь под этим, что они приблизительно одинакового роста. И ученик ему отвечает, что, ну, отсюда, да, вот, где мы сидим, я разницы не вижу. Может быть, если я подойду поближе, да, может быть, я замечу какую-то разницу. Дальше Платон спрашивает, ну, получается, что, получается, как, получается, что в мире нет вообще вещей идеально равных, абсолютно равных. Ну, наверное, да, наверное, так, наверное, действительно нету. Ну, тогда как же мы понимаем вообще концепцию идеального равенства, если ничего идеально равного в мире нет? Возникает вопрос. Ну, тут на этот вопрос еще никто не смог ничего ответить. У Платона там были свои идеи, то есть он считал, что существует некий особый мир идей, отдельный от нашего, то есть все вещи, предметы в нашем мире являются неким таким приближением, апроксимацией идеалов. Например, круг или окружность. Мы знаем, что никакой идеальной окружности в окружающем мире не существует. Но мы, тем не менее, можем рассуждать об этой окружности, можем писать какие-то уравнения, которые описывают эту окружность. То есть в этом как раз вот заключается, можно сказать, суть математики, что мы можем фактически описывать какие-то вещи, какие-то идеальные понятия, которых, в общем-то, не существует в реальном мире. То есть мы сдаем просто какой-то набор начальных посылок, определяем правила, которые можем их комбинировать, и можем из начальных посылок создавать какие-то новые утверждения. Математики называют это формальной системой. Или еще другое название исчисления. В принципе, мы можем придумать, например, формальную систему, которая будет описывать Тетрис. Все знают, что такое Тетрис. Играл кто-нибудь в Тетрис? Ну что ж такое, опять только Миша играл. Или вот теперь кубик Рубика тоже можно, в принципе, описать как-то формально. При этом вот какие-то гипотетически пушистые существа с альфа-центаром или еще откуда-то издалека, они вряд ли смогут понять нашу запись для этих формальных систем. Круга, кубик Рубика или Тетриса, неважно. Потому что у них вообще какие-то другие органы чувства, они могут в радиоволне общаться или запахами, например. При этом вот эти вот пушистые существа, ну или еще какая-то внеземная цивилизация, достаточно маловероятно, что они смогут когда-нибудь придумать кубик Рубика или Тетрис, но то, что они рано или поздно придут к какому-то понятию окружности, более чем вероятно, наверное. Вот. На этом... Это была такая немножко вводная часть, такая философская, чтобы просто немножко так расслать. Теперь мы перенесемся немножко ближе к нашему времени, 30-е годы 20-го века. Собственно, Европа и Америка, вообще практически весь мир погружены в большайший экономический кризис, так называемый Великая депрессия, не знаю, очередь бездомная, кстати, очереди за бесплатной водой. Но, к сожалению, существуют, есть у нас места, которые от этих неприятностей от всех избавлены, там все хорошо, травка зеленая, люди заняты какими-то приятными разговорами. Одно из таких мест – это Стэнфордский университет, в котором как раз в это время, 30-е годы 20-го века, живут и работают, в том числе два математика, Алан Тьюринг и Аланда Чорчев. В то время это еще молодые люди были, я просто такие фотографии нашел, такие нашел. И нам как раз на сегодняшнем семинаре как раз интересно то, над чем они работали, как раз вот эти вот молодые люди в тематике. Они очень мало интересовались, на самом деле, каким-то реальным миром, зато они очень интересовались формальными системами. и у тех вот формальных систем, которыми занимались эти вот люди, у них была одна общая вещь. оба этих математика интересовались проблемой вычислений. То есть они задавались такие вопросы, как можно ли построить машину, которая будет делать какие-то автоматические вычисления, какие вещи можно вычислить, что можно вычислить автоматически, существуют ли такие вещи, которые нельзя вычислить и так далее. Собственно, Аллен Тьюринг придумал такой интересный формализм для описания вычислений, называется машина Тьюринга. Кто не слышал что-нибудь про машинку Тьюринга? Миша, ты прямо впереди планеты в Сирии. Я сейчас вкратце поясню, как она работает. Ничего сложного. Нет, у нас есть некая бесконечная лента, определенная на какие-то ячейки. В каждой ячейке ячейка может быть пустой, либо не может быть записан символом, как алфавит. Например, ноль или единица, или чего угодно. И есть у нас вот такой исполнитель устройства. У него внутри есть некий регистр состояния, то есть он какое-то состояние вся внутри крайне. То есть вначале мы устанавливаем вот это вот исполнительное устройство напротив некой произвольной ячейки, который мы просто произвольно объявляем стартовый. И дальше начинается мы задаем таблицу правил следующего вида, правило может быть какое-то, если у нас в считывающем устройстве для данных состояния идти при заднем символе в текущей ячейке, мы можем произвести куде действия. Можем либо ничего не делать, либо что-то записать в другое в ячейку. Можем сдвинуться на одну ячейку вправо или влево. Такой достаточно простая система, тем не менее математически доказано, что с помощью такой системы можно описать алгоритм для вычисления любой вычислимой функции. Дальше мы уже подходим все ближе и ближе к основной теме нашего семинара. Собственно, там второй человек, который на этой картинке был, Алонзо Чорч, он независимо от Юринга придумал другую формальную систему, которая тоже позволяет нам описывать произвольные вычисления и она по мощности полностью эквивалент машин Юринга. То есть на ней способ учения тоже можно записывать абсолютно любые вычисления. Эта система называется лямбда исчислений. И вот мы об этом лямбда исчислении сейчас немножко поговорим, что она в себя представляет. Фактически лямбда исчисления это можно сказать, что это язык программирования для некой формальной системы. То есть в контексте нашего сегодняшнего семинара можно сказать, что лямбда исчислений это был первый функциональный язык программирования, от которого фактически в дальнейшем развитие которого были все остальные функциональные языки. Посмотрим, что же из себя представляет этот язык. У нас есть следующая возможность. Мы можем определить функцию, можем применить функцию другой функции и каждая функция у нас всегда имеет строго один аргумент и строго один результат. Если немножко более формально это описывать, то вот так определяется язык, то есть очень-очень простой. У нас может быть каждая программа у нас представляет из себя некое выражение. Выражение у нас может быть либо просто формальный аргумент, либо лямбда абстракция. Лямбда абстракция в современных языках больше известна как лямбда выражение или анонимная функция. Сейчас понятно вообще кому-нибудь о чем я говорю. Ну и собственно вот применение записано так, что у нас вот применяем одно выражение кругом, то есть это само по себе все является выражением. Здесь мы записываем их просто в терминах языка Fsharp. Язык Fsharp это один язык для платформы .NET, он официально поставляется в составе Visual Studio. И сразу скажу, что на этом семинаре я не собираюсь у вас учить языку Fsharp и каком другом языку просто я выбрал для примера, потому что на нем немножко удобнее все это объяснять, чем на чистом математической записи рамда исчислений. Это у нас все то же самое, просто немножко другие, это вообще рамда абстракт означается немножко по-другому, применение функции фактически точно так же выглядит, и вводим еще дополнительно для удобства такую конструкцию как связывание, то есть мы можем сказать, что задаем для некого выражения имя, и в дальнейшем можем к этому выражению обращаться просто по имени. и в общем-то я думаю, что на данном все еще ничего не понятно, я думаю, сейчас по мере подвижения надеюсь немножко прояснить. что важно, что у нас язык лямбда исчисления очень-очень простой и за это очень абстрактный. у нас нет здесь ни чисел никаких ни строк никаких вообще строков данных ничего нет, у нас есть только функции и возникает собственно закономерный вопрос как же нам вообще с помощью такого странного языка написать что-нибудь вообще полезное где взять хотя бы данные какие-то мы привыкли с тем, что у нас программы собственно предназначены для обработки данных в первую очередь какие-то данные принимают на вход что-то возвращают с этим разобраться попробуем определить для начала очень простую вещь просто булевские значения true или false например значение true можно определить так true у нас будет некая функция от двух переменных и она возвращает всегда первый аргумент функция false тоже функция от двух аргументов возвращает навсегда второй аргумент вот при таком определении если мы так определим эти логические значения false истинно ложь мы можем определить вполне уже знакомую нам конструкцию фактически условное условное выражение у нас условное выражение функция иф от трех аргументов которые в зависимости от условия вычисляют либо первый аргумент либо второй легко убедиться с помощью банальной подстановки что в таком виде у нас это условное выражение работает так как мы привыкли у вас вы сказали что у черча у него все функции это одно примерно у вас здесь функция одно да 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 хороший хороший вопрос я вот все думал займите кто-нибудь или нет хороший вопрос я немножко позже это объясню пока что будем считать что такая запись валидна я немножко попозже объясню почему пока что будем считать что у нас функции может быть несколько аргументов пойдем пойдем дальше и пытаемся определить еще одну очень важную конструкцию пытаемся определить очень очень простую структуру данных которая представляет себя просто некую порядочную пару из некоторых двух значений определить ее можно вот таким образом то есть это у нас это у нас по-прежнему просто функция функция PR которая принимает два аргумента и образует пару если мы определим дальше функции first и second то фактически вот эти три функции у нас полностью определяют порядочную пару можно достаточно просто в этом убедиться если мы например возьмем вот такое определение определение пар и попробуем например взять first p это у нас p3 вот к этому к этой все штуке comp if db сюда сюда вот здесь подставляем трю и согласно определению нашего условного выражения которое мы дали на предыдущем слайде получаем что у нас функция first возвращает возвращает а то есть первый первый элемент нашей пары аналогично можно показать что функция с этом тоже работает работает правильно на данном так есть вопросы можно два слайда назад что конд значит кондишен просто ну кондишен условия 11 параметра это 11 параметра таком где-то определяется да конечно мы определяем у нас есть у нас есть ну да трюф штрих да чтобы отличать от обычных трюк которые есть встроенная которая на выходе получает а то есть это функция трюк с двумя аргументами а и в которая как ты понял что два аргумента а и в потому что а и в два раза включает мы такая запись все все что все что доровно это функция и аргумент а все что а все что после это определение функции как оно вычисляется то есть доровно это аргумент а после равно это результат всегда вот такая функция почему она работает пожалуйста я же я же тебе привел пример мы определяем таким вот образом функцию if то есть которая в зависимости от какого-то условия смотри мы берем например то есть как как у нас должно работать вообще условное выражение мы берем то есть вот сюда подставляем какое-то условие если если это условие вычисляется в true то мы должны вернуть вот это первый аргумент а если оно вычисляется в false то мы должны вернуть второй аргумент ты можешь честно написать if там конечно миша рани тебя я готов на все я помню тогда давно не холод ты пишешь что не хочешь так мы пишем if например да смотри if ну например вот предположим true сейчас пока не можешь потому что 1 1 2 и 5 у нас еще не определены мы еще к этому придем позже у нас пока нет вообще чисел у нас есть только функции я понимаю это сложно осознать но чисел у нас пока нет к сожалению в качестве базового у нас есть понятие функции мы можем функцию определить и мы можем функцию применить к другой функции больше у нас ничего нет самое ну то есть пример вот таких вот видишь элементарные функции true false такие элементарные функции которые мы просто определяем вот например это на самом деле вот такая функция можем то есть сам самая простейшая функция которую можем принять это вообще вот миш вот я я специально написал простейшую функцию и знаю видно отсюда или нет то есть функция функция и identity называется то есть она принимает на вход один аргумент и его же возвращает то есть это понятно теперь функция true игнорирует второй элемент и возвращает только первый да а функция false возвращает второй игнорирует первый точно хорошо я начал понимать спасибо так 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 это в этом это можно легко убедиться если 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 сюда вместо вот этого конт подставить например true то то вот сюда напиши давай напишу я чувствую сегодняшний семинар затянется у нас зато может миша начнет понимать функционал программирования это хороший результат давай попробуем значит у нас есть сейчас давай вот на этой доске if например мы сюда вот поставляем true некое значение здесь у нас ники a и b то есть мы начинаем вот это вычислять то есть мы берем определение вот этого if и пишем соответственно true a b вот здесь не знаю видно потому что немножко двинут ну вот согласно просто подставляем вот вместо вместо функции ее определение то есть дальше мы мы смотрим true a b то есть оно защищает a то есть мы мы вот это вот закономерно там заменяем на a все и в true a b возвращает a да а если мы поставим false то у нас вернется b то есть 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 вот так у нас работает условное выражение все шарты это термальный оператор например ты там в курсе значит термальный оператор будут как-то так работает так 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 и здесь у нас он видишь мы если по если 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 подним true одно вернет если false подним другой вернет все все это все сходится так так ну ладно я напоминаю что мы еще пару определили я не знаю то есть надо ли ее сейчас тоже так же детально объяснять я могу есть но то есть ну сейчас будет совсем интересно мы попробуем числа определить миша про числа спрашивал а хорошо а а а а это лямбд выражение такое то есть он дает просто на языке шапан вот так записывает а это анонимная функция от в данном случае одного аргумента то есть конт это аргумент функции пара определяется как вот такая вот функция то есть для того чтобы из этой из того для того чтобы из этой пары вот в таком определении выдавать собственно ее и вот элементы этой пары да мы определяем такие функции просто секунд понятно правильно ли я понимаю что функциональный язык встретит выражение P R A B вместо него составит значение функции и код A B так или нет? да вот 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 чистый функциональный программирование так работает простая модель подстановок то есть просто мы подставляем все то есть фактически вместо вместо любой функции можно можно легко поставить ее результат это понятно вот это фанконт можно было бы убрать что-то бы изменилось фанконт в смысле убрать что еще убрать мы могли бы записать в другом виде да мы могли просто записать еще вот сюда вот 3 аргумент у нас получилась функция P R там 3 аргументов но это я там немножко подпозже к этому нет получается как раз у P R и 3 аргумента это A B и конт что? да получается как раз у P R и 3 аргумента это A B и конт нет то есть фактически да два базовых фактически а и B и а то есть вы просто это просто такой способ записи я там то есть я немножко покажу что на самом деле там с этим можно играть способ записи то есть ты этот способ записи использовал для того чтобы кон не указывать для пары ну чтобы у нас более четко выделялось именно то что у нас вот это вот пара A B то есть а дальше это как бы отдельно некая вот такая еще конструкция чтобы ну более понятно это было я не знаю стало ли стало ли понятно ты знаешь нет нет жалко я очень старался это не тебе патриза это не к людям которые придумали это хорошо слушай Миша машина тьюринга тебе понятнее нет это мне непонятно я не готов я не готов я личный язык брейнфарк тоже понятно и простой да он как раз основан на машине тьюринга ну вот собственно ну ладно то есть попробуем попробуем продвинуть немножко дальше и определить определить все таки там число есть такой вот интересный интересный способ в рамках лямбда исчисления определить натуральные числа называется нумералы черча например вот таким образом мы можем определить число ноль оно определяется как я даже не берусь это описать просто определяется вот так соответственно вот число единицы можно определить так двоечку вот так и любое число по аналогии то есть видно да что что фактически число ноль это соответствует ноль кратному применению функции f к некоему аргументу x число единицы однократное число двое двухкратное применение и так далее нет x x это просто x просто некий формальный аргумент или ты что имеешь ввиду то есть вот вот здесь f степень n означает что мы функцию f применяем к аргументу x n раз последовательно если мне определить что такое ноль я не понимаю вот мы вот смотри если бы вот ты можешь это ты можешь сказать вообще что такое натуральное число да 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 точно видишь тут вот что-то похожее мы определяем таким образом вот эти вот натуральные числа натуральные натуральные так называется натуральные числа то есть которые больше нуля что есть ноль это у тебя есть ну а ну ну а в коем в коем в коем в дорож where или нет зависит от в америке входят в их школе в нашей школе считается что натуральные числа да 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 как интересно ну ладно целые Целые не отрицательные числа. Хорошо. Такой вопрос. Скажите, что у нас есть целых чисел? Ну, как вы на сморке здесь минус 1 и минус 2? Мы здесь просто это не рассматриваем. Мы рассматриваем пока что только не отрицательные числа. То есть, ну, в принципе, можем легко определить отрицательные числа. Скажем, мы определим некую пару, у которой первый аргумент будет либо 3, либо false. Мы договорим, что если false, то это у нас число отрицательное. А если true, то число положительное. А второй элемент непосредственно будет положительное число. Например, так можно определить. Вариантов много. Все-таки фан непонятно. Ну, это просто такой способ записи. Что вы отличаете в записи без слова фан? Ну, потому что я использую язык AppSharp просто, который я лучше всего знаю из функциональных языков. И мне удобнее было проверять, в том числе, корректность всех этих конструкций, что они действительно вот такие. И вопрос просто, там же есть запись без слова фан? Нет, с словом фан? Нет, с словом фан у нас определяются анонимные функции, у которых нет имени. То есть, просто функция, которая по месту применяется. А через ключевое слово let мы можем определить именованную функцию. То есть, я могу, это просто ленивый способ, да? То есть, я могу определить название языка и вызвать его на том, да? Ну, можешь, да. То есть, в принципе, ну, ты же как бы в C-Sharp, ты знаешь, есть лямбда-выражение. То есть, есть просто какие-то функции, а есть лямбда-выражение. То есть, вот это фактически соответствует лямбда-выражению в языке C-Sharp. Ну, и, соответственно, мы над этим числом можем определить вот такие вот операции. В данном случае, инкремент, сложение. И вот, с помощью этих операций можем определить, например, все остальные числа через море. Как-то так. Ну, я сейчас, не знаю, не стоит ли нам останавливаться. Это, на самом деле, не столь важно. Просто здесь тоже просто, если наше определение поставить с предыдущего слайда для числа вот сюда, то легко можно убедиться, что вот это все, оно действительно... Сейчас, как вариант на запись, ты его сам. Мм? Как вариант на запись, потому что на предыдущем запись. Там тоже примерно один, два, три, четыре. Да, фактически, да. Ну, это будет, то есть, да. Это будут эквивалентные некие вот штучки, которые мы можем, в принципе, считать числами. На самом деле, кроме того, что это ужасно неэффективно, да, то есть, с точки зрения именно вот, как сказать, программы, которая работает в терминах натуральных чисел, способ вполне валидный, то есть, и, в принципе, никак извне неотличима от какого-то другого способа определения. Вот, собственно, был вопрос, почему у функции, может быть, несколько аргументов, когда я вначале сказал, что аргументы всегда строго один. Собственно, в функциональных языках существует такое понятие, как current, который как раз позволяет нам, не изменяя, так сказать, теории, тем не менее, фактически, такой способ записи или способ подумать о том, что у нас у функции есть несколько аргументов. Например, возьмем такую функцию, функция сложения двух там чего-то, и, например, ее можно записать вот так. То есть, у нас она уже превращается в функцию одного аргумента. И можем даже записать вот так. То есть, фактически, мы можем думать о функции add как о функции двух аргументов, которые возвращают их сумму. А можем думать об этом как о функции этого аргумента x, которая возвращает другую функцию. А какие у тебя аргументы, вот эти данные функции, которые у нас будут регулировать здесь? Какие? Какие аргументы? Кто? Кто? Что? Куда? Вот у тебя есть let add, да? А в данном случае это фактически просто некий символ мы определяем. В данном случае, ну, фактически, да. Нет, на самом деле, на самом деле, мы просто определяем некую такую анонимную функцию от аргумента x, которая возвращает анонимную функцию от аргумента y. Следите за руками. Вот это вот, я не понимаю, вот это название функции, это ее тело, да, справа, после равна. Да. Соответственно, у меня, вот, то есть, как меня учили, да, структурно программируют. У тебя есть функция, у тебя есть аргумент, у тебя есть локальные переменные, которые ты можешь каким-то образом обозначать и передавать другую функцию. Здесь у тебя локальных переменных нет, на входе аргумент не передали. Откуда я возьму значение x в данной ситуации? Смотри, в данном случае, вот это вот ADD, это всего лишь как бы синоним, да, то есть, вот за это выражение. То есть, мы к этому выражению можем обращаться через, по имени ADD. Мы вот определяем некую анонимную функцию сначала, а потом говорим, будем эту анонимную функцию называть ADD. То есть, я могу относиться к этому как к макросу в 4, да, который, со словом, а без одной стратегии вставим другую строчку. Можно, да, можно, например, так. Я это тоже... Нет, я не могу. Можно, да, можно, то есть, если тебе так удобнее, можно там через... Можно я бы, я, может быть, просто тоже попытаюсь сюда набраться? Можно, да, на мой вопрос? Конечно. Правильно я понимаю, что вот в последней строке ты определил функцию, все-таки, которая принимает один аргумент? ADD. Смотрите. То есть, у тебя по сигнатуре получается функция, которая принимает один аргумент, который возвращает функцию, которая принимает один аргумент. Тут, смотри-ка, и штука получается интересная. То есть, у нас есть функция от одного аргумента, X, который возвращает, опять-таки, функцию от одного аргумента. и вот все это вместе мы можем рассматривать как функция двух аргументов то есть это просто такое тут то есть вот это вот это просто такой короткий способ записи такой для удобства вот вот это вот так тут если вот это если вот это вверху развернуть получится вот это понять не будет если показать применение дальше я щас покажу вот прям можем один а соответственно так следующий вопрос у меня а что тогда означает запись вот лет это x синтаксически я просто не понимаю икс он там откуда то есть в данном случае у нас вот здесь определяем функцию этот опыт от одного аргумента x которая собственно возвращает функцию функцию опять-таки от одного аргумента y можно на примере смотри смотри вот например у нас определяем при такой функцию это d3 которая к любому там то есть это у нас будет функция одного аргумента которая к любому числу прибавляет 3 мы можем определить как это д3 то есть вместо то есть мы к этой эту функцию это д применяем к одному аргументу у нас возвращается функция если если мы применим дум аргументом то у нас вернется результат окончательно называет частичное применение ну да фактически ты можешь можешь так записать например то есть это д д д д 3 при этом 4 я фактически снасть то есть у тебя фактически сначала применяется вот этот аргумент возвращает функция а потом к это а потом к этой функции применяется то есть точнее эта функция применяется еще к нам аргументы у нас получают значение а то есть просто все это функция которая параметр уже не ожидает а потом к этой функции это просто некое такое вот ну она функция то есть она выполнена быть ленивым так когда то потом может быть в теории я все таки вот не понял вот что означает конструкция лет nx вот синтаксически откуда у нас вообще нарисовался конструкция и кричи мы определяем именовую именованную функцию а д д д с одним аргументом икс то есть и и так далее на сайте а это синтаксис какой вообще это шарп шарп и чё комплинируется да я первый раз такое вижу это хорошо а чем отличается собственно все вот эти наши упражнения в прекрасном подбудет нас я надеюсь подбудет некоторых уже подъявили к одному интересного вопроса что же вообще такой данный вообще может попробовать дать определение что что такое данные мы привыкли что там программы обрабатывают данные какие-то измененные данные что такое данные вообще то есть это 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 влечет собой вопрос информация что такое что 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 за структурированный способ и так можно бесконечности я могу то есть определить определить понятие данных который не будет рекурсивным не повлечет собой никаких дополнительных вопросов не веришь смотрите давайте уже то есть на примере то есть которым то есть который мы уже определили мы попробовали определить упорядоченную пару фактически что из себя то есть пара это некая простейшая такая структура данных можно сказать что из себя эта структура данных представляет фактически у нас есть можем выделить некий конструктор который создает экземпляр этой пары и есть некий некий операции набор операций который над этой парой можно совершать в данном случае у нас есть конструктор p который принимает x и и создает пару есть функции first и second которые возвращают соответственно 1 и 2 элемент пары и соответственно для того чтобы вот это вот эти три функции определяли нам упорядоченную пару необходимый достаточно чтобы чтобы у нас для этих трех функций были верны эти два правила все то есть если вот эти если если вот эти правила выполняются то для 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 никаких произвольных функций пир пешки секонд вот эти функции определяют нам структуру данных упорядоченная пара это понятно это такие данные которые если ты спрощишь первый элемент это с первым элемент пара а если ты хочешь второй элемент выдаст второй элемент пара да здесь есть рекурсия вот держитесь пара используйте слова раза три смысле собственному лет там легко может представить какой-то совершенно другой там какую-то скажу то есть какую-то встроенную конструкцию языка программирования который будет работать точно так что да то есть это любая конструкция которая предоставляет тебе возможность функцию получения первого второго элемента то есть да ну это некий такой вот интерфейс да то есть это вот определенные там ин варианты которые должны выполняться еще то есть если они выполняются то независимо от того как мы эти функции определим это у нас будет корректное определение для структуры данных упорядочная пара но пара же это структура данных простейшая число мы уже определили просто сейчас сейчас все будет сейчас мы сначала немножко немножко отвлечемся на пример попробуем попробуем определить такое понятие как рациональные числа используя вот только те конструкции которые мы уже успели ввести здесь например просто определение на языке си шарп ну как бы я делал ничего сложных просто определяю то есть ну то есть рациональное число и что у нас есть у нас есть есть числитель некое число есть некое второе число это знаменатель и через вот в наших в наших терминов которые мы можем вот так определить то есть рациональное число определяется как пара чисел числитель и знаменатель соответственно числитель это первый элемент пары то есть вот так мы можем использовать например вычислить произведение двух рациональных чисел уже сравнение не будем пока но это тоже там ничего принципиально невозможно р это просто формально формальный аргумент можем его назвать как угодно z там y x то есть ну в данном случае r мы подразумеваем что здесь у нас некое формальное число с x х он собственно никак не связанно как он может связанно типизация как-то есть или нет? в данном случае типизацию мы не рассматриваем вообще то есть а то есть я могу попросить first актива на самом деле типизация есть но мы сейчас ее не рассматриваем глупо но можно да то есть потому что в данном случае мы считаем что у нас полная динамика да то есть если мы то есть применили к чему-то не тому да то у нас будет ну наверно там может какая-то ашник какое-то неопределенное поведение ну фактически да то есть как ну мы можем то есть нам нам для того что определить рациональное число нам можно то есть мы можем можем представить это рациональное число в виде в виде в виде пару числитель и знаменатель здесь просто к примеру использования то есть как мы можем например вычислить произведение здесь я не касался там вопросов как у какого-то сокращения там оптимизации прочего просто например ну функцию то есть функцию может это то есть она определять для чисел ну миш можно то есть то есть я просто не стал описать чтобы там не ломать мозг всем окончательно да то есть идет идет ему для тех чисел можно вполне тоже определить это не важно его можно определить его можно определить корректно что он там действительно будет умножать ну по факту да то есть то что то что это неэффективно понятно то есть это нужно не для того чтобы на практике применять то есть это нужно чтобы объяснить чтобы объяснить концепцию то есть собственно к чему к чему к чему были все эти рациональные числа рациональные числа были к тому чтобы привести нас к такому интересному понятию как барьера абстракции проще рассмотреть на картинке что это такое смотреть у нас есть какие-то прикладные программы которые предположим используют наши рациональные числа у нас есть некий некий набор операций который определяет собственно предметную область в данном случае я предметную область видим математика в математике нам очевидно требуется складывать делить умножать вычитать эти рациональные числа и соответственно эти программы у нас работают в терминах предметной области соответственно сами вот эти функции предметной области определены в терминах в терминах рациональных чисел которые мы определили до этого то есть у нас есть конструктор рейшн у нас есть операции номератор и динаминатор числитель ну номератор и динаминатор я уже запутался но неважно число там над этой черточка числитель и знаменатель и на самом внешнем уровне у нас есть определение рациональных чисел как рациональные числа как порядочные пары есть некое определение натуральных чисел, например, через номерал черча а можем их определить в стое, можем сказать, что у нас просто в языке есть и все, как-то реализованы эти числа и, собственно, для всех последующих уровней ничего не поменяется фактически у нас вся наша система, вся наша большая возможная программа надежно разделена такими барьерами абстракции, то, что мы можем делать какие-то изменения в одной части которые никак фактически не влияют на какие-то более верхние уровни как не влияют? если мы перебираем натуральную чистоту как сломают вращать? нет, ну, я имею в виду, что если мы определим натуральные числа корректно с точки зрения термина колец, групп и прочего то есть, что для этих натуральных чисел будут выполняться все там все там правила, всякие там ассоциативности и прочее что они складываются в их правильные то ничего не изменится понятно, что если мы их определим неправильно то, конечно, да то есть, я имею в виду, что если мы интерфейс оставим контракт оставим вот этих натуральных чисел а поменяем просто внутренних представлений ничего не изменится как низом массовых носом у нас есть вот например какой-то конструктор данных зиру есть какие-то функции можем считать что вот это такой контракт мы работаем с нуралью численно так а как они там внутри устроена у нас на самом деле не очень-то волну то есть эта штука барьера абстракции такой на самом деле очень-очень фундаментальный патент и на самом деле он не является какой-то особенно функционально программирование барьера абстракции легко можно представить в любом при любом подходе в район оперативном логическом угодно фактически основного то есть основной способ который мы боремся со сложностью когда пишем программу ну и дальше вот миша очень интересовался как нам строки определить как быть со строками посмотрим как можем определить несколько более сложных структур данных например список понятно что список из двух элементов можно просто определить как пару порядочную если список чуть больше то тоже ничего сложного можно определить список как пару из первых элементов и всех и всех последующих соответственно остаток списка это тоже пара и так далее до тех пор пока мы до какого-то конца не найдем то есть фактически вот почему почему я вообще такое внимание для вот этому порядочной паре что фактически это нас очень такой универсальный кирпич на основе которого он строить гораздо более сложные структуру данных имея возможности определить в предыдущую пару мы легко строим связанный список почему почему то есть как в каком месте мы переосмысливаем а нет то есть это 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 только ты так предполагал на самом деле надо было точнее конечно там могут быть совершенно произвольные элементы то есть там там собственные даже из определенной пары но никак не следовало что там даже не обязательно какие-то одинаковые элементы могут быть разными обычно есть там гомогенные списки и терагенные коржи какими страшными словами рукаверсия надо тебя попросить тоже семинар подготовить гомогенные списки это был твой ответ нет а что с гомогенными списками ну списки списки это то что из одинаковых одинаковый тип элементов вот а кортежи это из разных да но при этом фиксированный длину в принципе то есть список перемен длины кортеж фиксирует да нет но 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 по поводу по поводу одинаковых не одинаковых элементов это все то есть имеет смысл только только там где у нас есть какая-то строгая типизация языках здесь мы пока не какой типиза немодельная динамические языках естественно все списки они по умолчанию гетерогенные Поправь меня, если я не прав, по-моему в Хаскеле там как раз список хомогенных А Хаскелем не является динамически хомогенных, Хаскель очень строго типизированный язык Там конечно списки по умолчанию хомогенные, хотя можно тоже добиться То есть Ф-шарп, он не строго типизированный? Ф-шарп в этом случае он просто для иллюстрации, то есть проблемы типизации не рассматриваем вообще Это отдельная большая сложная тема типизация, поэтому мы сейчас типизации не касаемся Ф-шарп не совсем понимаю, как можно рассматривать данные функции, не рассматривая систему типов Ну ладно У них нет данных, только фон Вроде как мы определили Да, но это что за что выполнять? Функцию данных? Ну хорошо, даже у функции есть тип У функции есть тип, да То есть я это не знаю Ну какой там динамический тип, он никак не проявляется По-моему, в кофейной Ну и так, я вообще ничего не знаю по динамическому языке Меня с детства учили, что у вас права и типизация, это хорошо? Нет, я не спорю Там, откуда я и родом То есть просто тема функционально-программирования и тема строгой динамической типизации Это несколько такие темы в общем-то Не, я понимаю, что может быть функциональный язык как строгий, так и не строгой типизацией, а наоборот Не функциональный даже Поскольку мы сейчас рассматриваем просто основы, да, то нам проще там специзацию не рассматривать Иначе просто Иначе придется вместо одного семинара делать там, не знаю, цикл лекций на семестр Собственно пойдем дальше Наше списки это конечно хорошо, но хочется там иногда какие-то более сложные структуры данных В частности вот такие герархические структуры данных Хотелось бы иметь возможность определять Да, Миша Миша, ты прав Действительно через пару То есть мы можем на него Такое дело А если ты так лечишь право на лево и мертвенную ситуацию? В смысле? Что от чего ты хочешь включить? Ну вот у тебя один элемент это собственный элемент, а второй элемент это структура какая-то Дерево Да У тебя есть два типа отношений и узоров между собой Ну на самом деле подчинение и... В смысле? Какие еще два типа отношений? У нас есть пары там, то есть у нас там может быть там... Надо рассказать А у меня есть вопрос А вот в твоей бестиповой системе вот что такое? Квадратик, который перечеркнут Квадратик, который ты на предыдущем слайде обозначил не явно как пустые квадратные скобки И ничего про это не высказываешь Да, ну мы просто вводим некий такой пустой элемент Что это у нас такое? Пустой или нет? Ну типа вот наук Который возвращает ничего Я не думаю, возвращаюсь с ним, а? Тип того Возвращает ничего Какие-нибудь еще вопросы? У нас есть пара Первый элемент в паре это само число? Нет А второй элемент в паре это кусок дерева? Нет, 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 первый элемент в паре это у нас тоже пара, другая пара То есть первый элемент в паре это левый под дерево, а второй элемент это правый под дерево У нас недавно ли? Ну в данном случае да В принципе это не обязательно, можно любые определить Ну тогда у нас просто будет там Почему не сделать список? Тогда у нас будет просто список узлов Список мы уже определили, теперь запасно мы можем положить в первый элемент один список Другой или второй список А как бы причем список этой людей? А какая разница? Я на время хочу получать вот там От дерева получать элементы одного уровня, конечно Как я это сделаю? Не такую функцию требуется от аэрохитики Нет, ну то есть ты как бы свою там структуру данных строишь как тебе нужно И ты знаешь, то есть какая то есть То есть как оно у тебя построено Это же просто кирпичики, с которых можно строить чего угодно Покажи мне право Нет, в принципе у тебя терминальные узлы Ты можешь отвечать, потому что это у тебя тип числов Хотя типа нет, но это число Ну можно соответственно Соответственно то что не является терминальным элементом То не терминальный элемент Может в принципе да То есть как-то можно Это вот настолько важно, что Ну Ну Миш, давай Распределимся в конце концов там Какое 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 ты хочешь дерево построить? Произвольное Произвольное Ну Произвольное например Можешь пример привести? Вот что ты такое дерево хочешь построить? Я чувствую мы сегодня задержимся здесь до утра, но ничего страшного У нас есть кофе, печеньки Давай построим дерево А это просто данные, да? Она не описывает структуру Один Два Три Четыре Вот так Ну Значит это, значит вот ловкость рук, никакого мошенничества Да То есть у нас есть список Из единицы А дальше идет список Список два Три Дальше что у нас идет? Дальше у нас идет, опять таки Список Четыре Список Шесть Семь И пять То есть я не знаю, видно тебя тут? Может поближе подойти? Если не видно То есть я не знаю, видно тебя тут? Ну Ну В том случае не через списки Ну Ну поскольку списки мы уже определили, я считаю, что можно использовать А вы понимаете, что у тебя Не суть Не суть Не суть, не суть То есть на самом деле, ну можно так определить Я там мог там просто Программирование на доске, оно там чревато ошибками Ну Ну Да Можно так сказать Ну да, тут что интересно, мы можем таким образом описать на Мы сами просто вообще любую структуру Можем сказать, что вот это у нас клиент, вот это у нас там Заказы там, вот этот уровень, а вот этот уровень, например там Там Какие-то строки заказа, если вот ближе к тем Не Я пока Давай Без А вот, кстати, второй вопрос у вас был Как действительно здесь понимается, что 6,7 и 4 у вас На самом деле Потому что у вас стоит 3 Что-то началось, да? Допустим И Это означает, что у вас 3,4 на одной и той же строчке Но потом у вас после 4, 6,7 уже на другой строке Я не могу прочитать Все дело в том, что у вас может быть 3, оно на одном и том же уровне, что 6,7 2,3 То есть А почему оно на одном и том же уровне, на 6,7 на другом уровне находится? Ну По вот этой вот записи Через списке Не видно, что Допустим У вас 3 на уровне 4 находится Оно может находиться 3 на уровне 6,7 Вполне себе Это на уровне 4? Ну Просто Потому что у нас 4 Это не просто 4 А это у нас некое такое целое подделье Поэтому То есть у нас вот 4 Оно включает в себя еще там вот такой довесочек Это Плюс Это просто один из способов Я думаю А что тогда отличается 2,3,5? Почему вы 2,3 написали в одной скобочке, а 5 в другой? Сейчас 2,3,5 Возможно Да Возможно То есть Здесь возможно где-то не там скобочку просто поставил Потому что здесь у нас Нет Тут просто семантика добавления новых Возлов То есть Скобка должна быть другого цвета Ну я просто скобочку застукнул Мне кажется скобочка должна быть Вот эта скобочка Она должна быть другого цвета А Это не список Это дерево Другого типа Нет Ну в конечном пути это же опять список какая разница Нет 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 Дерево это иерархия списков получается То есть Определяешь понятие список И понятие дерева Через александр Нет Держи, вот эти скобки должны от этих отличаться Это разные функции Понятно Ну мы можем конечно их отличать Но это на самом деле не суть Давайте не будем губляться в эти нюансы Можно такой еще вопрос По существу я чуть не начал пришел А Да Зачем нам все это надо? Проще ничего не придумать? Зачем Зачем нам это надо? Надо нам просто чтобы 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 Понять вот это вот Как Как о чем это все работает Да То есть всю эту концепцию Чтобы Чтобы нам начать Обсуждать какие-то Более Более практические вопросы Нам нужно сначала задать какой-то Общий Общий контекст Да То есть Вот этим еще занимаются То есть Поскольку мы говорим о Функциональном программировании То есть То 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 Лямбдоисчисления используются в теории вычислений для определения теоретических интересных свойств Суть в том, что мы показываем, что какие-то очень сложные конструкции Они могут быть сведены к каким-то очень простым кирпичикам И эти кирпичики взаимодействуют между собой по очень простым правилам Что об этом достаточно легко можно рассуждать И что более важно, мы можем написать программу, которая будет автоматически что-то с этим делать Поскольку под этим лежит очень простая и теоретическая модель То тут можно делать всяческие оптимизации, еще что-то Ну и какие вещи Я не знаю, насколько Возможно Когда народ придумал такую сложность, что-то противоестественное Миша, тут большой вопрос, что более противоестественное Лямбдоисчисление или машина тьюринга Машина тьюринга, я хочу напомнить, является теоретической основой для вычислительной модели всех современных компьютеров Построенных все ключи по архитектуре фон Неймана То есть насчет квантов к компьютеру не знаю, я вообще ничего не знаю Миша, а что потом естественно в данном случае Про объектно-ориентированное программирование мы еще поговорим попозже Оставайтесь на связи Теперь встает перед нами интересный вопрос Что у нас хорошо, у нас есть данные Теперь мы хотели бы с этими данными чего-то, наверное, поделать Как-то их обрабатывать Что-то вроде этого И основной такой способ, который используется для обработки данных На выполнении каких-то действий в функциональных языках Программирование это рекурсия Тут вот такое немножко шуточное определение рекурсии Рекурсия определяется очень просто Если вы уже знаете, что такое рекурсия Запомните ответ Если не знаете, то найдите кого-нибудь, кто ближе к Эрик Мейеру И спросите его или ее, что такое рекурсия В принципе, мы уже в какой-то Мейер рекурсию используем Программирование списков То есть шутка в том, что Эрик Мейер это либо он, либо она? Нет, шутка в том, что Эрик Мейер-то знает То есть найдена... Это он или она? Какая она? Ну, мне интересно вот То есть, хорошо, проведем еще небольшой экспресс-курс В английском языке для начинающих То есть здесь вот это Хи Мухюра не относится к Эрику Мейеру То есть Эрик Мейер это тот, кто предположительно знает, что такое рекурсия А теперь нам нужно найти кого-то, кто немножко ближе к этому Эрику Мейеру Чем вот ты И спросить у этого человека, который ближе к Эрику Мейеру А он там дальше по цепочке передаст Давайте рассмотрим очень простой пример Попробуем вычислить длину списка Здесь я не буду глубоко вдаваться в подробности синтекиса В шарпе здесь поясню просто важный момент Что здесь мы говорим, что если у нас список пустой То длина пустого списка по определению у нас равна нулю А если список не пустой, то он представляет из себя некую пару То есть начало списка и все остальное То есть x в множественном числе x Поэтому мы говорим, что у нас длина такого списка равна единице плюс длина остатка Так, здесь понятно все, да? Здесь мы опять не отвечаем от обычных приватных пунктов От чего не отличается? От обычных приватных пунктов? Не отличается от обычного варианта программирования ничем Обычного языка программирования сишек и спус или паскаль Нет, а кто-то обещал, что он давно когда-то сшел Обычный язык программирования списка есть метод, который вы графеет длину Тут есть одна проблема в таком примере, рекурсе Несмотря на то, что он такой очень простой и интуитивно понятный, наверное Так вот Я говорю о том, что есть одна проблема в таком определении То есть оно с одной стороны очень такое компактное, понятное, интуитивно, наверное Проблема в том, что если у нас будет достаточно большой список Но при таком определении мы получим переполнение стеков, к сожалению Чтобы этого избежать, нам нужно использовать специальную форму рекурсии, которая называется постовая рекурсия То есть это та же функция вычисления длины списка, переписанная с помощью постовой рекурсии Хвостовая рекурсия заключается в том, что у нас последний вызов всегда является рекурсивным вызовом Чтобы показать разницу Вот здесь у нас идет рекурсивный вызов, а потом еще какой-то единица плюс Вот это не хвостовая Если у нас идет рекурсивный вызов и больше ничего Вот это хвостовая рекурсия, не стакут на пальцах То есть вначале вызовет сам себя, а потом всех остается То есть вначале добежит до самого конца, а потом будет прибавлять Нет, он просто будет грохать стековой фрейм, когда потенциально ходит Он будет его себе использоваться Я еще не могу понять, почему стек от этого станет меньше Значит вон войдет столько раз стек, сколько будет количество не существует Стек станет меньше, потому что все современные языки Функциональные языки программирования Они вот такую хвостовую рекурсию умеют оптимизировать И они просто разворачивают в цикле А чем будет всем современным языками завести себе просто циклы? На практике большинство языков, даже так называемых функциональных языков, они на самом деле являются гибридными Там, в принципе, цикл тоже есть Хотя они несколько отличаются по семантике Циклы в оперативных языках Это просто Мы сейчас рассматриваем базовые вещи В принципе, можно поверх этого Навернуть какой-то синтаксический сахар В виде похожего на циклы Проблемы с теком не решим Проблемы с теком не решим Проблемы с теком не решим А то, что мы синтаксический сахар не решим В смысле какую? Нету, нету Поскольку хвостовая рекурсия Просто у нас компилятор развернут Цикл То никакой проблемы не будет Слушай, а компилятор не может сам догадаться, что есть хвостовая рекурсия и без всей этой фигни в одного К сожалению, сам не может Ну, я думаю, что это просто в общем случае Вообще там проблема неочислимая То есть автоматическое преобразование обычной рекурсии хвостовой То есть несмотря на то, что Ну как, существуют на самом деле Существуют на самом деле способы Существует Так называемый continuation passing style То есть в принципе в него можно даже написать автоматическое преобразование Но там будут проблемы с тем, что будет снижаться эффективность Поэтому автоматически не делают Так вот Можем точно так же То есть очень похоже Поделить функцию, которую нам будет считать сумму элементов списка И собственно они Вот эти вот Функции вычисления длины И суммы списка Они настолько похожи Выделил красным цветом Прочеркнул те места, которые только отличаются У нас В общем закономерно возникает вопрос У меня в общем куча возникает Возникает вопрос Нельзя ли как-то нам вот это вот Переписать таким образом, чтобы вот эту общую часть выделить Чтобы нам каждый раз Кучу вот такого одинакового стереотипного текста не писать В общем то Ответ такой, что да, можно Существует такая специальная техника Функциональное программирование Называется функцией высшего порядка В принципе Поскольку Мы уже выяснили, что у нас Функциональное программирование все является функцией И у нас соответственно И результаты функции Является функцией, и аргументы функции Тоже функции Собственно Функции высшего порядка Это функции, которые Принимают в качестве аргументов Другие функции Собственно Я думаю, что уже Никакого удивления вызвать не должны Соответственно Вот Можем определить такую интересную функцию Достаточно Фундаментальную Функциональное программирование Она присутствует В стандартных библиотеках В общем то Всех функциональных языков И даже Тоже Многих Таких Гибридных Да Тип Собственно Функция Фунд Позволяет нам Обобщить все Подобного типа операции И вычислить То есть Вычисление длины списка Суммы Произведения То есть Любое какое-то Объединение списков Во что-то Вагов Во что-то одно То есть Фунд это Переводится как Свертка Фактически Мы берем То есть Списк Сворачиваем ее Получаем Какое-то одно Компактное значение Так она Определяется Я тут Останавливаю Сниму на том Как она работает Просто поверите Я проверял что да Что она работает На вход На вход она получает Просто функцию Какую Которую На вход она получает Функцию То есть Функцию двух аргументов Которая Которая нам говорит Как именно Нам нужно Объединять Вот эти Соседние Элементы Списка И нет Это Начальное Значение И Собственно список Да Она Пробегает По всему списку Применяет Последовательно Ко всем Элементам Функцию Применормирования Я Уже достиг Я Не очень Пока понимаю Зачем Так Сложно У нас Получается Аккумулятор Аккумулятор Это Аккумулятор Фактически В котором мы накапливаем Необязательно число Это Что-то Того же типа Что и В принципе Это необязательное число Это Что-то 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 Аккумулируем 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 В конце Возвращаем Итоговый Результат А Если С Эмитом Надо все равно Корректно Или Скобки Ну да Мы говорим Что Если Если У нас Пустой Списк Аккумулятор Покажи нам Предыдущий вариант Который Более Нет Следующий Нет Другой Нет Да А тут Тоже Да А раньше был 0 А теперь стал Аккумулятор Следите за руками Это Как раз Да Фактически Это мы Закат Солнца Вручную Таким образом Мемулируем цикл С помощью Репурсии Ну то есть Если пустой Значит Ты уже все Посчитал Ну да Если пустой То У нас В аккумуляторе Накопливаем Окончальный результат И мы просто Возвращаем Ну и Соответственно Возвращаемся Возвращаемся По нашей функции Fold Ну здесь Я уже Пояснил То есть И теперь Можно посмотреть Что После того Элементов списка И даже Вот что интересно Множим функцию Map Map Отображение То есть Например Когда у нас Например Есть какой-то список Мы хотим Получить новый список И в новом списке Чтобы у нас Все элементы Какого-то исходного списка Были Например Множим на два Для этого Используется Функция Map Множим И Получается Не Первый список А Начальное значение То есть В данном случае Начальным значением Является Пустой список Постепенно 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 Настроим Пока у нас Не получится Какой-то итоговый список Если мы про функцию Мы поговорим Ну На самом деле Много чего еще Может облинуть Через функцию Map Это отображение То есть Это 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 функция В C-Sharp Это функция Select Если ты в курсе А Жалко Ну Вот Ребята Можно Чуть поговорить Сюда А Ну Хорошо Давай Давай Поговорим Про нее Буквально Там Пару слов Да Да Мы уже совсем Из графика Убиваемся Да Теперь Перебираем В данном случае Сначала В принципе Можно написать Функцию Который будет Перебирать список С другой стороны Но это Выходит За рамки Нашего Сегодняшнего Семинара Так вот Функция Мэп Предположим У нас есть Такой Списк Что На входе Что На входе Ну Хорошо Ты должен Как Вызов Твои Элемент Списк И Другое Значение То есть В итоге Будет Да Точно И Вот Может быть Значение Типа Списка Например В этом случае Функция Которую я передаю Это Функция Преобразование Типа Списка Смотри Вот Это Мы Берем Какой-то Очередной Элемент Применяем Функцию Смотри Мы Начинаем Напиши Вызов Как Вызов Как Вызов 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 Вот так Мэп Я надеюсь Что я нигде не ошмусь Ну и какой-то наш Этот Вот 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 так Это Выглядит Фан Ну это просто некое Лямбда Выражение То есть Каждый элемент Исходного списка Нужно преобразовать В соответствии С этой функцией А Значит Мэп То есть Вот такие 3, 4, 5 Получится Да? В итоге Получится 2, 4, 6 Потому что Мы каждый элемент умножаем на 2 Здесь умножить Умножить То есть Александр То есть Аргумент Мэпа Это первая функция Да? Да Который На вход Получает Резутирующий Мэп На вход Она получает Элемент 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 Списка Условно говоря Второй аргумент Второй аргумент Второй аргумент Второй аргумент Это не массив Это список А на вход Получается На вход То есть Мат Функция Возвращает Функцию Который Умеет Умеет С этим Массивом Что-то делать Например Умножать На два Да Смотри Миш Ты уже освоил Каринг Скоро Скоро Ты сможешь Вместо меня Читать Есть функция Которая Умеет Что угодно Умножать На два Любой Массив То есть Если Вот Это Умеет Любой Массив Умножать На два Не умножать А любой Элемент По элементу Умножать Любой Как-то так Я надеюсь Я ответил Вопрос Не важно Теперь уже не важно Здесь 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 Совсем Коротенько Здесь Не будем Копать Я Просто Скажу На самом деле Функция Фолт То есть Сам Понятие Свертки Штука Очень универсальная То есть Мы Фактически Можем Определить Свертку Для Произвольных Рекурсивных Например Если Бинарное дерево Таким образом Здесь Очень просто У нас Дерево Является Либо 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 Однако Либо Либо Дерево Это Новый Синтаксик и Соответственно мы Можно Под Ramsay Дерево Но Тем не менее Просто Примите в случае от вас не понимаю то есть точнее мы могли потратить еще там какое-то время но не стоит то есть просто мы можем определить вот эту функцию фол для произвольных структур данных это более-менее такой процесс формально то есть набив руку можно автоматика функция функция функцию которая у нас поскольку у нас уже структура более сложная у нас уже дерево смотри 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 у нас у нас у нас каждое вот это дерево стоит то есть фактически можем записать дерево это вот такой какой-то элемент и 2 под дерево то есть фактически мы вот эта функция f у нас принимает на вход вот этот там x y и какой-то там вот элемент да то есть и то есть она определяет как то есть как как мы эти элементы вы между объединять в списке это был только два поскольку на структуру более сложно теперь нам нужна функция которая определяет 3 объединяет три элемента вот и все а так работает точно так же можно например взять какое-то дерево и каждый его элемент умножить на 2 например ну и нет умножить на 2 это map но его тоже можно прилить через fold можно например обойти дерево и посчитать список посчитать сумму всех чисел короче давайте пойдем дальше давайте давайте сейчас уже остался буквально там осталось чуть потерпеть сейчас вот это вот слово мозг пройдет и мы потом перейдем к таким еще более таким простым я поставил еще так я уже говорил что фактически лямбда исчисления у нас такой язык программирования для некой астрактной системы формальной системы и теперь давайте рассмотрим как же у нас собственно происходит вычисление хотя по сути с этим уже вопрос касались но еще раз повторение мать учений предположим у нас есть такая то есть определяем функцию сквейн который возводит некое число квадрат определяем функцию сумму квадрат я надеюсь пока что все понятно и прям некую просто функцию функцию f которая таким образом определена и хотим посмотреть а вот как же у нас будет происходить собственно вычисление например если у нас вот такая программа будет у нас программа которая стоит на выражении f5 посмотрим как она будет вычисляться то начинает все с f5 начинаем разворачивать то есть подставляем определение просто функция f дальше 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 мы подставляем определение функции самов сквейн и в итоге вот получаем какой-то результат можно определение функции самов сквейн он очень простой конечно нет здесь все понятно есть есть один интересный момент что вот на самом деле вот такой такой способ такой порядок порядок учителей он не является единственным возможным вот такой порядок который я продемонстрил что у нас у нас фактически сначала вычисляются сначала вычисляются аргументы функции а потом же вычисляется сама функция такой порядок учителей называется аппликативным или еще есть название call by wave и собственно здесь по поводу этого такого способа сказать что фактически такой способ используется в большинстве в большинстве современных языков связан с таким понятием как строгие вычисления противовес ленивым вычислений у нас также можем рассмотреть другой порядок вычислений сначала начинаем точно также поначалу подставляем определение функции самов сквейн потом у нас начинается отличие не вычисляем вот эти вот аргументы функции а представляем их такие вот не вычисленные дальше так и потом только уже начинаем сворачивать результат получается конечно то есть у нас тот же самый отличие отличие здесь в том что фактически у нас аргументы аргументы функции вычисляются не сразу только тогда когда действительно есть их необходимость преимущество такого подхода сейчас в том что если у нас никогда например аргумент функции не будет нигде использоваться то он соответственно не будет вычисляться это обычно такое это это называется нормальный порядок как ни странно хотя вот это такой нормальный порядок используется только в одном известном широко известном языке это хаскел ну не совсем такой но фактически и такой вот порядок учислений обычно обычно ассоциируется с ленивыми начислениями подведем итоги это еще не итоги всего семинара такие промежущие итоги хотя если не вот скажем что все бас на загадку можно расположить вторую часть провести видео отдельно и так у нас начали были просто первоклассные чистые функции первоклассные значит по сути у нас кроме функций то ничего и не было были просто функции эти функции можно переводить функции то мы обсуждали вопросы вопросы данных абстракции данных в том числе смотрели на барьеры абстракции понятие рекурсии смотрели на высшего порядка в конце посмотрели как все это вычисляется на этом можно попытаться сделать перерывчик там у нас есть печеньки чай кофе хорошо в предыдущей секции мы разобрали такой может такой алфавит функционально программируем какие-то элементарные кубики из которых все собирается сейчас мы говорим о несколько более высоковольких вещах о том как вот эти идеи и подходы функционального программирования влияют на наши программы в большом посмотрим big picture попробуем прежде всего интересно рассмотреть такие понятие время и состояние посмотреть как с этим временем и состоянием работают традиционные оперативные языки и как с этим принято работать функционально программирование вот как у нас это выглядит оперативно у нас есть некая такая вот коробка или ящик в котором хранится состояние нашей системы вот это состояние в связи с какими-то процессами протекающие в нашей системе оно меняется то есть из ящика пропадают старые значения включается новые здесь что интересно в данном подходе что фактически вот когда мы смотрим вот так вот на какой-то срез какой-то каждый каждый текущий момент времени мы видим только текущее состояние и в принципе не знаем не знаем почему почему у нас такое состояние получилось как у нас система в такое состояние пришла а это нам может быть очень интересно когда у нас возникла какая-то ошибка где-нибудь в продакшене нам в 12 часов ночи звонит заказчик или будет разобраться мы пытаемся понять что же такое вообще как вообще как это воспроизвести даже если мы поняли почему ошибка предположим то мы не можем понять как у нас вообще система в такое состояние пришла то есть фактически можно сказать что императивное программирование оно в понятии времени собственно игнорируем в каждой в каждой в каждой в каждой в каждой мы видим только какой-то какой-то такой вот средств состояний систем смотрим как функционально это работает поскольку поскольку функционально у нас нет понятия состояния нет никаких переменных то мы не можем тоже взять какую-то коробочку в нее что-то положить и убрать из нее что-то что-то новое да положить у нас немножко по-другому у нас вот в какой-то момент времени есть состояние нашей системы или подсистемы следующий момент вредний у нас появляется какое-то новое значение при этом старое никуда надевается если кто-то то есть какие-то другие подсистемы с этим значениями работают они так и продолжают с ним работать спокойно тут вот еще такой аспект забыл помнить что например если у нас если у нас с нашей системой работают какие-то разные разные подсистемы то им соответственно необходимо как-то как-то синхронизироваться то есть чтобы чтобы не получилось так что например у нас еще в процессе вот этого перехода у нас когда еще вот одно состояние ушло а другое еще не пришло чтобы не получилось так чтобы в такой промежуточный момент попали в данном случае у нас никаких проблем с этим не будет потому что просто у нас если вот с этим состоянием какая-то другая система работает вот так проволочная работает и так далее ну естественно конечно здесь будет проблема потом как синхронизировать тут синхронизировать вот эти вот разрозненные какие-то элементы в одной системе работают с этим состоянием с другой с этой версией видите вот эта версия потом все это надо как-то как в том случае смотри это просто движение в котором должны поверить это ну просто мы вынуждены поскольку у нас никаких переменных нет то есть у нас есть только значение фактически у нас вот такой набор значений при этом точно так же когда ты к единице прибавляешь тройку у тебя единица никуда отодевается у тебя получается значение 4 но само значение единица у тебя не превращается в у тебя есть функция которая всегда никогда предоставляет возможность понимать то есть можно сказать что у нас есть какие-то функции которые переводят систему из одного состояния в другую то есть чисто такие у него понимаешь у нас есть некоторая функция которая возвращается в каждом моменте возвращает разные значения его не то чтобы нет оно у нас получается такое явное более явное допустим у нас есть функция оперативная и функциональная система которая означает текущее число нет у нас нет у нас у нас нет никакого известного числа я могу завести функцию да и число да можно завести функцию которая всегда будет возвращать число определенное конечно функция которая будет возвращать 5 функционально не можно сделать так чтобы разное время возвращало разные значения нет нельзя чисто мы с нами параллельные сделать нельзя ну давайте двигаться дальше есть еще другой возможный вариант что у нас например не хранятся сами изменения состояли системы хранятся такие какие-то события в связи с которыми состоялись системы менялась здесь что интересно вот что фактически у нас разные изменения в общем-то события могут приводить к одному и тому же результату здесь такой такой схемы работы есть очень важное преимущество что здесь мы видим полностью историю нашей системы и мы четко понимаем что если у нас что-то случилось вот это 24 24 ну посмотрев на вот эти вот журнал наших событий можем четко понять почему это 24 получилось в результате каких действий пользователя или еще что-то каких-то каких-то событий в частности чтобы приземлить себе известный нише представления то есть приблизительно так работает буховторский учет то есть там у нас нет никакого изменения в состоянии у нас хранятся просто вот набор учетных событий которые называются проработками да это там есть состояние где оно вычисляется где его можно спрощать ну оно вычисляет здесь тоже можно вычислить то есть ну как таково то нет то есть оно у нас не хранится нигде если и хранится то просто какая-то оптимизация технические подробности в принципе можно всегда состояние на любой момент времени вычислить исходя из исходных вот учетных событий это же так да то есть фактически смотри получается что у нас бухгалтерский учет да то есть написан в соответствии с принципе функционального программирования то есть у тебя есть опция добавить новые функции что такое добавление нового учетного события в вашей системе добавление ну в смысле что значит ну добавляешь новый тип учетных событий и что нет типа а значение какое значение куда ты написал ну ты взял журнал событий он тебя хранит где взял сюда вот еще еще такой кружочек воткнул например ну я уже говорил что мы рассматриваем здесь несколько такой то есть некие некие следствия из вот этого подхода фактически получается функции друг на друга накладываются то есть с каждого шага еще одна ложность получается нет здесь ничего друг на друга не накладывается здесь здесь просто у нас фактически вместо вместо потока состояния у нас поток просто каких-то событий то есть вот это вот эта вот штука вот эти все вещи это просто какие-то такие вычислимые вещи ты просто когда рассказываешь функциональную систему ты упоминаешь термин состояние и события ты упоминаешь ты говоришь что но оно да настройка и есть поэтому я там назвал сексу тает 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 время время есть но функциональное программирование оно по-другому обрабатывается функциональное программирование оно делается явным а в оперативном оно зачастую такое неявное то есть мы вот что-то что-то меняем все видим там новое состояние не знаем что было до этого почему оно так случилось здесь у этого этого подхода хочу заметить еще есть одно важное преимущество что например если мы хотим чтобы какие-то еще внешние внешние системы работали работали с нашей системы можем легко подписаться на поток вот этих событий и в точности как бы это вот состояние нашей системы восстанавливать в двух разных местах независимо нам не требуется для этого некая синхронизация пойдем дальше если нет вопросов ни у кого больше мы поговорим о таком понятии как неизменяемость неизменяемых структур данных для начала для начала рассмотрим просто обычный оперативный подход у нас есть структура данных такая древовидная если приземлить на реалии то есть мы уже говорим о более таком вот один это у нас верхний уровень это некий там клиент здесь у нас заказы какие-то строки заказов в принципе у нас такая иерархическая древовидная структура она ложится на что угодно на практике на практике и вот по поводу что мы хотим поменять например какой-то элемент внизу дерева в случае если у нас обычно изменяемое дерево в оперативной диске программирование мы просто берем и меняем ничего сложного посмотрим теперь что у нас как у нас это будет выглядеть функциональное функциональное программирование функциональное программирование у нас есть одна небольшая проблема что у нас все структуры данных они не изменяются никаких переменных нет поэтому просто взять и поменять например 6 на что-то другое мы не можем а хочется то есть то есть то есть то есть то есть то есть положим мы хотим взять вот это вот значение вот это вот центре поменять вопрос что вам делать chess как 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 она будет преобразовывать У нас же была функция map или что-то, которое все на двое фрукту. Ну да, делай. Нам не нужно все, нам нужен один элемент. Может, какую-то маску можно варить? Собственно, обратиться. А мы не можем обратиться. Нет, в принципе, то есть я не варю, как это принцип. То есть я не спрашиваю, как эта функция будет устроена. То есть здесь не важно, как нам, в принципе, это сделать. Создать новое дерево. Да, очевидный вариант, создать новое. То есть хороший, простой вариант, очевидный. Есть одна проблема, что это очень дорого. То есть здесь дерево нарисовано небольшое, но у нас может дерево, например, из миллиона элементов, каждый раз миллион элементов копировать. Ради того, чтобы поменять какой-то один там узел, нам может быть немножко накладно. Хорошо. На самом деле, мы можем немножко это оптимизировать, при этом оставить вот это дерево исходное абсолютно нетронко. Что мы делаем? Мы создаем просто рядом новый элемент 6 штрих. Соответственно, поскольку вот этот вот элемент мы тоже трогать не можем, мы создаем новый элемент. Зато мы видим, что у нас, например, вот элемент 7, теперь у нас фактически шарится между двумя вот этим структурами. Соответственно, создаем элемент 1 штрих и таким образом мы получаем новое дерево, новое дерево, в котором все элементы исходного дерева сохранены, просто элемент 6 изменился. Сделано это. Предыдущие данные нам нужны же уже. Мы не знаем, на самом деле, то есть, ими может кто-то пользуется. Вот еще к делу. То есть, может кто-то другой уже с этим исходным деревом работает, и поэтому мы не можем ее взять и поменять. Соответственно, мы можем добавить еще один элемент, нелогичный модуль. То есть, в принципе, вот... То есть, в принципе, вот... То есть, в принципе, вот... То он далеко не сам исходил. Да. У нас же получается, что они как-нибудь избыточность данных, или что-нибудь... А где вы здесь видите? Избыточность? Ну, вот. Вот эти данные 3, 3 штрих, 6 штрих, в принципе, они как мусор лежат. То есть, на тот случай, если с ними вдруг кто-то работает, но у нас в живой системе новое состояние. В принципе, в принципе, да. Конечно, некое избыточность. Но она самая небольшая. Например, если взять, например, дерево, при измеренном элементе, то есть, оно достаточно спалансированное, то для дерева измеренном элементе у нас всего лишь по максимуму... Понятно. В самом лучшем случае всего лишь 32 элемента нужно будет поменять. Даже не 32, меньше, а 16. Или 32, что-то я. А как тогда? Да. Вот-вот-вот. Кто быстрее всех считает. Где-то 20 элементов всего на все. То есть, здесь просто это не настолько очевидно, но на этом очень маленьком примере. Проще, чтобы наставить вместе. Тут, да, есть, конечно, некоторая избыточность, но мы получаем некоторые преимущества при этом. Как вы отслеживаете вот эти состояния? Зачем мы их отслеживать? Может быть, и нужно их отслеживать. Например, я могу привести пример. Например, мы вот пишем код в какой-то visual studio, да, то есть, и мы хотим получить там интересы в фоне какую-то проверку правильности, да, то есть, и вряд ли мы хотим, чтобы у нас, например, при этой проверке что-то блокировало где-то, чтобы не давало ввести. Мы просто отдаем вот эту вот некую структуру на проверку, вот такую вот неизменяемую. Все, отдаем, он ее там что-то проверяет, то есть, а мы продолжаем работать, продолжаем спокойно там писать новый код, и никаких блокировок не происходит. То есть, потом через некоторое время нам приходят результаты, мы там отдаем уже какую-то новую измененную структуру. Еще раз, постоянно-постоянно-постоянно проверяют вот так. Вы не можете ответить на предыдущий структуру кода, но уже может не соответствовать? На практике, на практике, на практике можно. На практике именно так все и делается, то есть, понятно, что чего-то не соответствует, но поскольку редко программист вот так одновременно, там код меняется в 10 местах, то большая часть кода, на самом деле, остается неизменной. Где-то локально поменялось. Там, да, там, там не успеет. Но в основных местах подсветить. то есть вот приблизительно так оно работает просто здесь несколько упрощенный подход естественно на практике все немножко сложнее но тем не менее имеет право нажить на такой подход ну здесь такая можно сказать отсылка к авторитету здесь вот цитата из Джордафи Джордафи это какой-то там сеньор-архитект гуру мазопоточного программирования автор Parallel Link библиотеки еще много чего я абсолютно уверен что неизменяемые данные это такой ключевой фактор для того чтобы программировать систему с массовым параллелизмом также это обычно приводит к более чистому коду это вот Джордафи так считаете и наконец рассмотрим еще одно очень очень важное понятие функциональное программирование функциональная частота предположим у нас есть эта функция такой вот кубик она что-то что-то принимает на вход и что-то нам возвращает здесь что можно сказать про эту функцию во-первых каждый раз когда на вход приходит одно и то же значение на выходе тоже будет абсолютно одно и то же всегда независимо ни от чего это на самом деле очень удобно потому что об этом мы поговорим это очень удобно потому что мы можем легко эту функцию протестировать можем покрыть ее автоматическими тестами и даже если эта функция очень-очень сложная внутри меня сложная структура тем не менее здесь у нас происходит какая-то ошибка мы можем очень-очень легко понять причину этой ошибки просто подаем подаем на вход там что-то какое-то значение которое неправильно как-то работает и подружим там глубину все отслеживаем как оно все работает разворачиваем все очень просто посмотрим теперь противовес понятия процедуры ну процедура в широком смысле это может быть какой-то метод в объекте неративного программирования здесь точно так же у нас есть какой-то вход какой-то выход ну здесь вот следите за руками у нас появляется еще такое большое большая страшная штука такая бывает какое-то окружение наша процедура может причинять какие-то эффекты в это окружение ну какие могут эффекты не знаю может письмо отправлять что-нибудь печатать документ например просто менять какое-то состояние и соответственно состояние вот этого окружения оно тоже у нас неявным образом влияет на результат функции фактически на результат процедуры то есть фактически в данном случае мы уже не можем гарантировать что одно и то же значение подаем на вход и одно и то же значение на выходе потому что в зависимости от каких-то совершенно внешних обстоятельств у нас у нас может уже что-то вот здесь вот в этом инвайер поменялось и нам очень сложно на самом деле это следить неудача что-то что-то даже вопросов у нас у нас хорошо мы перейдем к следующему датильчику Говорим немножко про IP, родники и подводные камни, которые могут возникнуть. И когда, в каких случаях и как нам стоит это комбинировать с какими-то методами функционального программирования. Сначала пытаемся... А, здесь есть еще такой небольшой просто вопрос. Это еще такая отсылка к авторитету. Здесь вот такая цитата Эсгера и Дикстера, известного теоретика структурного программирования. Здесь вот высказывается по тому, что объектно-иметированный программирование это очень-очень плохая идея, которую могли придумать только в Калифорнии. И, собственно, я вот когда готовил семинар, у меня посетил такой вопрос. А что вообще такое ООП, собственно? Давайте пытаемся определить на самом деле вопрос на такой простой, довольно мутной штуке этого ООП. Капсуляция, полиморфизм и исследование. Да, точно. Классический такой подход. Капсуляция, полиморфизм и исследование. Здесь на самом деле капсуляции все очень явно обычно включаются в абстракцию данных и сокрытие информации. Полиморфизм тоже на самом деле. Бывает двух видов. Бывает отход полиморфизм, который обычно упоминается в контексте ООП. Бывает еще параметрический полиморфизм. А наследование у нас, если подумать, оно в общем-то входит в некое противоречие с первым принципом, с эндококсуляцией. Ну, просто оно нарушает эндококсуляцию. То есть вот это вот вульгарное понимание ООП? Да, вульгарное. То есть я не спорю. То есть это более правильный вариант, который Грэнди Буча описывает, рефиментированная нервность и подходы. Там нет этих суток, как же является полиморфизм? Конечно. Мы рассмотрим дальше. Я не обещаю, что прям по Грэнди Бучу, но я как раз вот это показываю, что да, что вот это такой наивный подход. Просто показать, что да, что он наивный. Мы уже там просмотрели на примере вот наших функциональных кубиков. Мы увидели, что абстракция данных и скрытие информации не является никакой такой собственностью ООП, возможности совершенно спокойной всякого ООП. Полиморфизм, собственно, точно так же. Понятие полиморфизм вообще возникло изначально в статически-типизированных языках, потому что в динамически-типизированных полиморфизм – это какое-то совершенно естественное понятие, которое вообще не требует дополнительного еще определения. там все помолчали по ниморфизм. Ну, наследование – это вообще самая спорная вещь ООП. Во-первых, нарушает конкурсуляцию. Во-вторых, просто есть куча объектно-объектных языков, в которых никакого наследования нет. Наследование никак тоже не может считаться какой-то неотъемлемой частью ООП. И, собственно, из всего этого возникает вопрос, то есть, и что же тогда ООП, если вот ничего вот из этого не является какой-то особенной отличительной особенностью собственного ООП. Пробуем. Пробуем рассмотреть немножко более современный подход. У нас есть некий объект, у объекта есть влияние, а объект у нас обладает неким поведением. Объект вот такой вот ящичек, снаружи у него введены некие свойства, методы, и с другими объектами он может общаться только через вот эти вот внешние штучки, свойства, методы. Походят замечательные определения. Наследование – это уже совершенно необязательный компонент. Может быть, может иметь. Реально есть объект мотивированный скрипт, в котором мы их наследуем. Нажал скрипт. Прототипы. Прототипы – это не прототипы? В некотором дороде. Уважаемые люди считают, что это не объект. Ну, хорошо, питон там есть. Ну, уважаемые люди, они обычно много чего считают, но я еще не видел ни одного мятного определения, что же такое ООП. Я тебе могу представить. Хорошо. Нормально. Умята тоже будет дальше, еще одно определение ООП. Собственно, вот с этим определением есть определенные проблемы. Есть вот такое распространенное мнение, что если мы понимаем каждый элемент некой системы, то, в принципе, и вся система в целом нам тоже понятно. Я берусь показать, что это вообще-то не так в общем случае. Для начала вот такая небольшая история из практики. Есть у нас такой кусочек кода, абсолютно реальный код. Я его скопировал из реального проекта. Здесь у нас создается какой-то запрос, что-то добавляют на колонки. Мы здесь еще хотим получить фактически список сотрудников и какие-то поля, какие-то свойства этого сотрудника. И у этого кода есть одна небольшая проблема, что мы выполним. Это у нас окажется, что после того, как мы добавляли, добавляли, добавляли колонки, и выясняется, что у нас список колонок правильно в нулю. Никакая незакономерная вопрос, что за фигня. Ну понятно, что это просто бах, его на самом деле починили уже там уже. Но тем не менее, там были определенные проблемы. Давайте рассмотрим, почему так может происходить. Вот здесь у нас некий объект запрос. У него есть какие-то колонки. И что интересно, у нас колонка тоже знает про то, к какому запросу он приближит. Потом здесь у нас появляется некий еще внутренний объект. Внутренний запрос связан с тем, что у нас запросы на самом деле могут быть иерархические. Вот мы там над запросы, под запросы. И мы хотим вот эту всю сложность от конечного потребителя скрыть. Мы не хотим его показать. Снаружи должен быть просто один запрос. Внутренний запрос, опять же такие чудесные связи. Есть какой-то внутренний под запрос. Есть внутренние колонки. И в какой-то момент мы хотим... Это экземпляры, да, объект? Это да, это... Это какого-то конкретного заказа. Это такая условная диаграмма достаточно. То есть непонятно, что разные стрелки означают? То есть фактически... Для чего вообще нам нужен объект? Объект-квери. Фактически это такая объектно-анимтированная обертка над SQL-запросом. То есть в итоге мы хотим, чтобы у нас сформировался корректный SQL-запрос. Зачем ты на интернет-квере знает про G? Зачем код знает про G? То есть я не знаю. Я привожу... То есть связи, которые есть в коде, то есть видимо вот разработчики вот этого вот безобразия посчитали, что зачем-то им это острое нужно. Это еще хуже на самом деле. То есть у нас при формировании этого SQL-запроса выясняется, что нам нужен какой-то общий контекст. Потому что нам нужно знать какой-то там порядок именований алиасов. И у нас появляется такая страшная большая штука, такой контекст, у которого возникают такие вот связи со всем. Получается какая-то такая вот некрасивая штука. Все связано со всем. То есть на самом деле, конечно, можно сказать, что такие вот проектировщики такие нехорошие, то есть как-то они извратили ОВП. Ну, по факту, вообще там любая ОВП-система, которую я видел, то есть из всех, которые я видел, я, конечно, не так много видел. Возможно, но и выборка не репозитатива. Но из тех, которые я видел, ОВП-системы, ну или во всяком случае, которые называли, то есть которые там... Не давали на то, что там ОВП, то есть в конечном счете выглядело вот... То есть там выглядело все вот так. Вы знаете, что это такое? Крысиный король. Крысиный король. Распутать невозможно. И самое там милосердное, что можно сделать, просто, не знаю, пристрелить на карту. Ну и тем не менее, у нас могут возникнуть возражения, что ну, действительно, просто эта система проектирована как-то неправильно, не в соответствии с принципами ОВП. То есть проектировщики уроды, там дебилы. А мы вот будем соблюдать дисциплину, не будем делать каких-то связей непонятных, нелокальных. Будем все делать правильно. Ну и, в общем-то, я хочу на таком довольно-таки, тоже абстрактном примере показать, что это тоже не является, таково говоря, нацей. Мы рассмотрим на примере такой простой достаточно модели, она называется клеточный автомат. Это более точно одномерный клеточный автомат. Что из себя представляет клеточный автомат? Здесь у нас есть просто, поскольку одномерный, у нас вот так вот в ряд выставлены какие-то такие вот объектики. Объекты очень простые, у них может быть всего два состояния. То есть может быть либо включен какой-то оранжевый, либо синенький. Выключен. Что? Я вот вижу. Четыре. Это специально так задумано. Цвета на самом деле одинаковые. Здесь у этих просто прозрачность выставлено. Цвета на самом деле одинаковые. И, собственно, что из себя представляет модель клеточного автомата? Мы задаем определенные правила. То есть мы на каждой итерации вычисляем новые состояния этого всего. Множество объектов вычисляем их по определенным правилам. Но при этом у нас состояние каждого объекта на новой итерации зависит от состояния всего-навсего трех объектов на предыдущий это раз. То есть самого этого объекта и двух соседей. Это игра жизни? Да. Похоже, да. То есть игра жизни это двухмерный клеточный автомат, а это еще проще. Это одномерный клеточный автомат. Соответственно, вот это вот все возможные сочетания вот этих вот трех объектов. Их на самом деле очень немного. Их восемь. Можно вот так вот их вот нарисовать все. И таким вот образом определить, что для этого сочетания у нас будет вот такой появляя основной итерации шарик. Да, это вот такой и так далее. Если вот, если принять, что синенький это ноль, а оранженький это один. И вот так вот тут записать, то в двоичной записи у нас получится число от нуля до 255. То есть у нас... Получается, что фактически вот этот набор создает какой-то определенный правил, который у нас функционирует как клеточный астомат. Фактически, то есть вот эту всю, всю программу, которую работает клеточный астомат, можно описать одним числом. Да, да, до 255. Если вот интересно рассмотреть конкретно одно правило, правило номер 30. То есть если вот его промоделировать на достаточно большом количестве раз, то у нас там изначально, если начать с одного оранжевого шарика и всех остальных синих, в данном случае стал желтый, а остальные черные, то у нас получится такая очень достаточно хаотическая картина. То есть мы видим, что, несмотря на то, что у нас поведение систем, собственно, описывается очень-очень простыми правилами связи, исключительно локальные, никаких глобальных, то есть никаких нелокальных связей у нас нет, темнее, получается, у нас, в общем-то, полный хаос. Есть определенная структура. Она какая-то очень интернативная, то есть реально что-то там предсказать. Как получена эта картинка? Получена последовательно, применяя вот эти правила к исходному набору. То есть у нас вот итерация 0, 1, 2. Чисто такая дискретная система. То есть изначально у нас вот мы рассматриваем каждый такой один ряд, и к каждой такой точке применяем эти правила. Есть еще одно интересное правило, я не буду уж приводить, правило номер 110. Оно интересно тем, что фактически оно автоматически доказано, что, собственно, оно определяет систему и эквивалентную по мощности машине тюлинга. То есть это означает, наверное, то, что с помощью такого клеточного автомата, в принципе, можно определить любое вычисление. Что, в принципе, конечно, с одной стороны не плохо само по себе, что у нас такая полная система. Но я думаю, что мало кто из нас хотел бы, чтобы наша конкретная система для конкретного заказчика могла производить какие-то там произвольные вычисления. Ну и еще одно такое небольшое просто. А что они демонстрируют? Что? А, это пример, который ты показываешь, сводит. А, он говорит, что все идеи с клеточным автоматом и предыдущий пример с автопо. Обандайм. Что они демонстрируют? Демонстрируют они фундаментальные проблемы императивного подхода вообще, его упор в частности. Проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что в достаточно большом количестве объектов поведение системы может стать настолько сложным, что его невозможно будет понять вообще никому. В целом, конечно, если бы было математическое доказательство того, что в ОПИ никуда не ходится, то, наверное, его бы уже давно привыкли, никто бы им не пользовался. Хотя в ОПИ до сих пор многие верят, хотя можно отказаться на этих ОПИ. Ну и такой небольшой брос от этого у Джо Амстронг, автора языка Ирланг, что в чем у нас проблема с ОПИ. Предположим, ему нужен банан, но в случае ОПИ системы у нас к банану прилагается обезьяна, который, если этот банан целый джунглей. А мы всего-то хотели банана. Рассмотрим еще одно определение ОПИ. На самом деле это определение дано авторам термина ОПИ. Термин объектный анонтированный программированный придумал на самом деле Аон Кей, автор языка Звултолк. И вот что он пишет по этому поводу, что для меня объекты подобны биологическим клеткам или индивидуальным компьютерам в сети. И объекты способны между собой коммуницировать только с помощью сообщений. То есть у нас сообщение, это очень важная часть ОПИ, и ОПИ является в общем-то... То есть ты хочешь сказать, что смысл объектно-ориентированного программирования заключается в том, что есть вся логика инкапсулирована в небольших объектах, которые друг по другу очень мало знают, и что это у нас там, игра в жизнь получается? Нет, в данном случае я привожу собственно изначально определение ОПЭК, то есть Аон Кей, который собственно этот термин придумываю. То есть оно заключается в том, что у нас есть объекты, которые ничего про внутреннюю структуру друг друга не знают, а исключительно обмениваются между собой сообщениями. Это единственный способ коммуникации у них. И при этом да, то есть с точки зрения Аон Кей у нас по-прежнему все является объектом. То есть у нас сообщениями, видимо, являются объектами. Нет, ты же не отвечаешь, что ты можешь создать очень большой объект, который описывает эту ситуацию целиком, да? То есть из разных маленьких объектов. Как ты их структурируешь? Если у тебя куча маленьких объектов, которые по простым правилам не условно взаимодействуют, и эти процессы никак не правят, то, конечно, да, будет игра в жизнь, как ты говоришь. Нет, Миша, давай, то есть мы уже немножко отоем эту изображение, я уже там про другую немножко, а потом можем еще под конец еще обсудить немножко эту жизнь. Собственно, я хочу показать еще один взгляд на АОП. У нас по-прежнему есть объект, состояние, какое-то поведение, в нем откапсулированное. Пока что вроде все очень похоже. Разница только в том, что у нас больше нет никаких свойств, никаких методов или общей внешней интерфейс, а просто у нас объекты могут посылать довольную сообщение. Может, конечно, возникнуть закономерное возражение, а в чем же разница? То есть, что у нас... Чем же там сообщение, так уж вертикально отличается от свойств методов. Я могу на примере предматривать, пока Миша не убежал, то есть на его примере предположено... Ну, Миша уже давно не программирует, но, предположим, что я в какой-то момент пришел на работу и вспомнил, что там какой-то обожор Миша обещал починить, я посмотрю, что-то не работает. Я вот к Мишу подожжу, говорю, Миша, ты знаешь, вот божок, который ты обещал починить, что-то не работает. Миша... Я за Мишу, ладно, Миша что-то молчил. То есть, Миша мне, скорее всего, все скажет, ну, ладно, знаешь, я посмотрю там, и я там свистну, к семерке напишу, позвоню, когда мы готовы. И там все хорошо, да? То есть, как бы... Я Мишу послал сообщение, Мишу его получил. То есть, он может спокойно идти домой, например. Ну, вот сейчас куда-то я его не собрал. А вот, если бы я послал Мишу метод, то есть, не метод, если бы это был вызов метода, бы нужно было подойти к Мишу и сказать, ты знаешь, там, это... То есть, вот, там... Имеешь метод применить бакс. Ты знаешь, там, бах какой-то обещал починить, и ты его не починил. И я вот, там, беру Мишу за руки, тащу компьютер, то есть, выясняется, что умеешь какие-то еще там куча своих важных дел, я вот жду, пока он все их доделает, встаю у него над душой, потом я жду, пока он, пока он таки починит этот бах, то есть, и все бы хорошо, то есть, здесь, конечно, есть... По синхронной синхронной изменения, если сейчас вы понимаете. Да-да-да, здесь, конечно, в этом подходит тоже определенный плюс, что я, конечно, обязательно, я там строго прослежу за тем, чтобы этот бахтыки был починен. Потому что, мало, я сообщение пошлю, там, Миша, ша, окей, там... Эй, я пошел. А, вот, все, ничего, все, пошел. Ну, с другой стороны, получается, что я, в общем-то, кучу времени потрачу впустую просто, да, то время, которое я мог бы заниматься какими-то полезными делами, я буду в нынешней душой стоять, чтобы он там, все-таки, этот несчастный бах исправил. Ну, и вот по поводу этого определения ОП, могу сказать, то, что он из всех других определений мне нравится больше всего, и, фактически, я даже готов с ним согласиться, то есть, если убрать из него одну вещь, именно то, что именно требование, чтобы он все являлся объектом, например. То есть, у нас, да, у нас есть какие-то объекты, внутреннее состояние объекта, оно, в самом по себе, объектом не является. И, собственно, сами сообщения тоже это на какие-то объекты. То есть, фактически, опять-таки, там, в ситуации, например, если я рассматриваю нишу, в которой я посылаю сообщение о том, что надо бы проект баг, то есть, ниша в данной ситуации явно объект, да, можно осмотреть как объект, потому что он обладает каким-то своим поведением, каким-то там своим внутренним состоянием, то есть, у меня какие-то есть потребности свои. То есть, а если я, например, прихожу, включаю компьютер, и мне нужно, например, сделать презентацию или семинар, то, определенно, здесь метафора сообщений не годится, потому что я, конечно же, компьютеру никаких сообщений не посылаю, я просто сажусь и работаю. Как-то так. Ну, попробуем повести небольшую эпоху под все это. То есть, ну, определенно, можно сказать, что стопроцентное функциональное программирование, конечно же, невозможно. Ну, или по меньшей мере. Непрактично и неудобно. И, в общем-то, даже 98-процентное тоже не очень-то, хотя мы можем, конечно, как-нибудь извернуться ужом там, то есть, построить десять уровней абстракций, то есть, как-то вот все-таки там суметь, если если задалась такой цель, если у нас стоит все-таки цель какая-то другая, то есть, написать программу в срок какую-то разумную, надежную работу и прочее, они могут не создаваться цель писать какие-то чисто функциональные программы, но, тем не менее, не скажем то, что чисто, функциональные программы невозможно, но, в то же время, если как-то вот условно какой-то условный там движок такой, белунок устанавливать между таким наивным оперативным стилем весь подлогным, который в 80-х годах образовался, и полностью с нами программируем, то, скажем так, что разумно пристроить цифры, где 85%, 80-85% программы разумно написать в виде чистых функций и не изменяя их. Тут пошло мое мнение. Всем спасибо. Если еще какие-то вопросы есть, то, конечно, приятного аппетита. Спасибо.